Всех приветствую, дорогая церковь! Сегодня я хотел порассуждать об одной теме, о которой, я думаю, мы очень часто слышим и много знаем, но за все время я не помню, когда последний раз слышал проповедь об этой теме. Это тема, о которой некоторые церкви даже полностью вырывают из своих сборников. Когда поется об этом, они не хотят об этом слышать, они даже не хотят об этом проповедовать. Но слава Богу, что в нашей церкви говорится об этом. То, о чем я хотел поговорить, это именно о крови Христа. О крови Христа, дорогие братья и сестры, это как раз есть центр всего христианства. Без этого мы бы не были сегодня здесь. Я назвал свою проповедь так. «В чем сила драгоценной крови Христа?» «В чем сила драгоценной крови Христа?» Братья и сестры, давай мы прочитаем текст, который записан в 1-е послание Петра, 1-я глава, 17-й стих по 21-й. Апостол Петр оставляет здесь прекрасные слова, и он говорит о вот этой драгоценной крови, о цене нашего искупления. 1 Петра 1, 17. Давайте прочитаем. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, дабы, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившись в последнее время для нас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Такой прекрасный текст мы прочитали. Если мы обратим внимание на первый стих, который мы прочитали, картина немножко грустная. Здесь очень печально даже, начиная от апостола Петр, он говорит, «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам». Что здесь говорит Петр? Он немножко говорит, «Бог все знает, он нелицеприятен, он видит нас, каковы мы есть на самом деле, он видит все наши грехи, он видит все нас полностью насквозь, нет ничего скрытого от Бога». Если только обратить внимание на 17 стих, то очень становится тяжело, потому что мы не можем скрыться от Бога. И мы видим здесь страшность греха, опасность греха. Грех разделяет нас от Бога. Если очень коротко поговорить просто о природе греха, что грех делает и как он влияет на нас, просто очень некоторые мысли. Первое – это то, что грех, он обольщает нас. Грех обольщает нас, и мы часто не видим, что мы находимся в грехе, пока кто-то другой нас в этом обличит или проходит какое-то время. И грех, он также, он разочарует нас. Грех, он очень красиво представлен дьяволом. Дьявол хочет, чтобы мы падали в этот грех. Из этого он его так красиво оборачивает. Но он всегда разочарует. И каждый раз, когда мы согрешаем, мы думаем, ну, может быть, это принесет какое-то удовольствие. Но мы знаем, что это грех, он только разочарует нас. Он также разрушает. Грех разрушает нас. Он портит целые царства, целые народы падали, израильский народ падал от греха. Мы знаем, что он разрушает и личный, каждого человека, как он грех, как разрушил царя Давида. Мы помним, как его жизнь потом, как он много страдал после одного греха. И мы также знаем, что грех, он умерщвляет. Грех очень опасен, потому что он приводит к концу эту смерть. Написано, что душа, которая согрешает, она умрет. И вот здесь Петр, он начинает и говорит, что Бог, он нелицеприятен, он судит каждого по делам. И это должно нас немножко стревожить. Но дальше он говорит, вот эту приятную новость, он говорит, зная, что не тленным серебром или золотом мы искуплены. Но он дальше говорит, чем мы искуплены? Драгоценную кровью Христа. Да, если мы вспомним немножко дальше, на самом начале, когда еще в бытие, когда Адам и Ева согрешили, Бог уже тогда позаботился о том, чтобы показать им прообраз, важность крови. Он заколол этого овечку или какой там зверь был, и он отдел их потом в эту шкуру, для того, чтобы показать, за ваш грех должна быть пролита кровь. И вот даже с самого того времени люди, Адам и Ева, они смотрели наперед, что Бог обещал, что будет этот искупитель, тот, который пролит кровь, который может нас искупить. И мы теперь, пройдя уже две тысячи лет, мы только смотрим назад на наших, тех, которые прошли перед нами, которые донесли нам эту весть. И знаете, смотря о крови Иисуса Христа, очень много можно рассуждать, очень много разных вещей, которые кровь Иисуса Христа нам дает. Я просто хотел обратить внимание на самые основные, для того, чтобы мы могли порассуждать об этом, и чтобы мы поняли, что это не просто то, что мы должны делать перед вечерью, раз в месяц, но это кровью Иисуса Христа мы должны жить каждый день. Это должно быть нашим стремлением, это должна быть наша сила, как мы увидим немножко позже. Я хотел предложить четыре таких основных слова, которые связаны со спасением. Все спасение, оно как бы суммировано в этих четырех словах. Это искупление, примирение, оправдание, и последнее, это освящение. И вот мы посмотрим на эти четыре мысли, и мы будем молиться. Вот первое мы видим, я вначале задал вопрос, «В чем сила драгоценной крови Христа?» Я хотел бы ответить на этот вопрос, как мы видим из Писания. Первое – это то, что сила крови, она видна в искуплении. И вот мы как раз об этом прочитали в этих же стихах, 18 стих. Он говорит, «Знаю, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». И он приводит вот эти две вещи – золото и серебро. Это то, что важно. Согласитесь, что невозможно жить без денег. Это нужно для жизни. Но это не может дать нам то, чего душа наша желает, то, что нужно, чтобы примириться с Господом. И он говорит, «Это все нужно, но это только время, это только время пребывания на земле. Но драгоценная кровь была пролита за нас, для того, чтобы искупить нас». Искупление, оно значит заплатить за что-то, чтобы его выкупить. Чтобы выкупить. Господь, Он выкупил нас от нашего состояния. Также Слово Божие говорит, что вы куплены дорогою ценою. И не делайте с рабами человеков. То мы куплены, теперь мы рабы Господу, мы должны исполнять волю нашего Отца. И спасение человеку дается даром, но это не значит, что это было дешево. Оно стоило самого дорогого для нашего Господа. Это значит, что Бог заплатил за нас цену, чтобы мы были свободны. Это вот, может, подобный такой пример, если вы где-то запаркуете машину в городе, где нельзя парковать, и вам положат штраф туда, и вы пройдет время, не уберете ее. Потом полиция заберет вашу машину и поставит где-то на станцию. И теперь, хотя это ваша машина, она не принадлежит вам, пока вы не заплатите штраф. И, может, у вас денег не будет, но кто-то может, как родители или друзья, заплатить штраф, и тогда вы можете купить эту машину, она станет ваша опять. Господь нас выкупил так, Он заплатил дорогую кровь за нас. Также сказано, что в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, мы искуплены именно кровью Христа. Итак, первое, это искупление, кровь дает нам искупление. Второе, братья и сестры, это сила крови Христа, видно в примирении. Английское слово это reconciliation. Это то, что Господь делает, корень этого слова это мир, примирить нас. Он сделал нас, те, которые были отделены от Бога, Он сделал нас не врагами, а теперь близкими, друзьями. Он сделал нас как родными. И текст, который я хотел прочитать, который очень хорошо об этом говорит, это Колоссянам 1,19, немножко ниже. Здесь апостол Павел очень хорошо говорит о том, как кровь примирила нас с Богом, с Отцом нашим. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его. и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Его, в теле плоти Его, смертью Его». Здесь часто повторяется эта идея, что Он примирил нас именно кровью. Кровь Христа, она дает нам эту близость с Богом. Как здесь сказано, мы были отчуждены, мы были далеки от Бога, мы не имели ничего общего с Богом, но Он позаботился о том, чтобы нас приблизить к Себе. И грех Он разделяет каждого человека от Бога. Но только те, которые приходят к этой драгоценной крови и принимают, тогда могут быть искуплены, могут иметь мир с Богом. Это что-то подобное, как когда если муж и жена, они чем-то поссорились и разделились, или развод был, прошло какое-то время, ну, кто-то из них уступает, просит прощения, и потом проходит время, они приходят вместе, теперь одна семья опять. Вот так же самое, мы были далеки от Бога, но Бог нас настолько приблизил, Он сделал нас родными. В послании официанам также сказано, что теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие, некогда далекие, стали близкие кровью Христа. Он нас близил. И третье, братья и сестры, сила крови Христа видна в оправдании. В оправдании. Это английское слово justification. Это то, что Господь делает для нас. Он оправдывает нас, значит, Он смотрит на нас уже не как грешников, но как с праведностью Иисуса Христа. Я хотел прочитать послание Римлянам, 5 глава, 8 стих и 9. Это тоже стих, который говорит об оправдании и о ценности крови Христа. Римлянам 5, 8. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники, не когда мы были праведники, когда мы были грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Кровь Его оправдывает нас и дает нам вот это правильное состояние перед Богом. Быть оправданными значит быть признанными невиновными, как судья, который Он не может, Бог как судья, Он не может просто как лицеприятно судить, тебя прощаю, а тебя нет. Бог не имеет такое право, Он свят, Он справедлив, Он не может так поступить. И для этого нужна была вот эта жертва Иисуса Христа, кровь, которую Он пролил. Из-за этого так это драгоценно и так это важно ценить кровь и ценить это оправдание, которое Господь сделал для нас. Христос взял на нас нашу вину и отдал нам свою праведность. Теперь вот наша вина, она была пригвождена ко Кресту, и теперь Бог смотрит на нас как праведными, оправданными перед Богом. Но если человек отказывается принять это оправдание, он отказывается от единственного пути, который может примириться с Богом, который может быть оправдан. Слава Богу, что у нас, я думаю, большинство из нас здесь, мы уже получили вот эти три, мы получили искупление, мы получили примирение с Богом, мы получили оправдание. Но вот последнее, о котором я хотел поговорить, это не то, что мы можем однажды получить и все, и забыть, а последнее, вот это освящение, это то, что происходит всю жизнь. Господь нам дает освящение, но это также тот процесс, который в нас должен работать всю нашу жизнь. И последнее, вот сила крови Христа видно в освящении. Христос нас освящает, это sanctification, Господь хочет, чтобы мы были больше и больше похожи на Христа. И поэтому оставляя нас здесь на земле, Он работает над нами. Хотя мы уже оправданы, мы уже искуплены, но нам нужно еще работать, нам нужно изменяться. И вот последний текст, который я хотел прочитать, это вот записан евреем, 13 глава, 12 стих. Апостол Павел здесь тоже говорит опять вот эту мысль освящение и кровь Иисуса Христа. Он говорит нам так, «То Иисус, дабы осветить людей, кровью Своею пострадал вне стана». У нас сейчас нет времени посмотреть на контекст, немножко об этом, почему он так говорит, но вот самую суть мы видим, что осветит, Он нас осветил кровью. Мы знаем, что это можно читать немножко выше, немножко ниже, чтобы понять контекст вот этого текста, но, братья и сестры, мы видим здесь драгоценный смысл, драгоценную кровь, драгоценную цену, которую Бог заплатил за нас, чтобы осветить нас, чтобы сделать нас святым народом. И как я уже говорил, что освящение это то, что продолжается в нас, это не то, что вот мы один раз покаялись и все, это кончается. Нет, братья и сестры, мы работаем над собой, Господь хочет изменять нас. Мы также знаем, Слово Божие говорит, сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело, во всей ценности да сохранит без порока до пришествия Христа. Он работает, Он хочет нас осветить, и это происходит в нашей жизни. Это происходит тогда, когда мы доверяемся Ему, когда мы находимся в Его Слове и пребываем в молитве и в общении с Господом. И через Духа Святого мы имеем силу, чтобы освящаться. Сами по себе мы бы никогда не могли приближаться к такому состоянию, когда мы понимаем, что нам нужно изменяться. Мы бы просто были довольны тем состоянием, в котором мы находимся, но Дух Святой постоянно нас обличает, показывает нам сегодня Он показал нам одну какую-то вещь, завтра Он покажет еще на какую-то вещь, где нам нужно изменяться. И чтобы осветить что-нибудь, нужно Его отделить от всего остального. Господь нас отделил, и поэтому мы как церковь, мы отделенные от мира. Мы, хотя находимся в мире, но мы отделенные, мы освященные, мы отдельно. Господь, Он так заботится о церкви, чтобы нас отделить, чтобы сделать нас святой, как та невеста, которой Господь придет, чтобы взять ее к себе. Помните, как сказано в первое послание Иоанна, также первая глава, седьмой стих, и там ниже немножко сказано, «Если же ходим во свете подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Я знаю, что мы этот стих, наверное, даже наизусть знаем, и мы, когда склоняемся на молитву, может быть, мы говорим это Господу, но понимаем ли мы, насколько это важно, чтобы не потерять это общение, потому что если мы согрешаем, то общение с Богом нарушается, и поэтому так важно постоянно пребывать в освящении, постоянно искать волю Божию в нашей жизни. Грех, он настолько серьезный, что Бог отдал своего единого Сына за нас, и это было недешево для Господа, Он отдал самое дорогое для нас. Вот мы немножко посмотрели на вот эти четыре слова, которые, они включают как бы все Евангелие. Знаю, что еще много мест, которые говорят о том, что кровь, она дает нам общение с Богом, и вот как мы будем вспоминать воскресенье, что кровь Иисуса Христа, это также дает нам общение, вот те слова, которые мы читаем там, что кровь Иисуса Христа, это как Новый Завет, и мы имеем вот эту близость, это общение с Господом. И знаете, братья и сестры, вот это важная мысль, чтобы мы думали об этом, что кровь Иисуса Христа, оно не дешево стоило. Господь пролил свою кровь за нас для того, чтобы нас оправдать, сделать нас особым народом. И вот в заключение я просто хотел еще один текст прочитать перед молитвой, чтобы мы задумались, сколько важно вот эта цена искупления. Это также записано в Евреям, 10 глава, 19 стих. И вот мы здесь, давайте посмотрим, и вот с этими словами мы просто можем обратиться к Господу в молитве. Здесь написано так. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа. Какие-то прекрасные слова. Мы не просто теперь, как раньше мы были далеки от Бога, мы были отчуждены, но теперь мы даже имеем дерзновение. Это такая радость, это такая прекрасная возможность, которую мы имеем. Дерзновение. Теперь мы не стыдимся поднять лицо, потому что мы знаем, что кровь Христа была пролита за меня, чтобы я мог быть оправдан. И дальше сказано, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Он был вознесен на крест, его плоть была эстезуема за нас, Он мучился за нас. Но самое главное, братья и сестры, вот эта кровь, она купила нам искупление, кровь, она дала нам искупление, она дала нам примирение с Богом и оправдание. И теперь мы можем в наших молитвах обратиться к Господу, чтобы он процесс освящения продолжался в нашей жизни. Слава Ему за все. Помолимся. Аминь. Аминь. Аминь.